Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчеству и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не поймает. Не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В наших прошлых передачах мы уже разобрали 12 качеств любви, о которых говорит апостол Павел. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится и так далее. И все они, как оказалось, очень актуальны для семейной жизни. Сегодня мы продолжим разбирать 13 главу первого послания христианам Коринфа апостола Павла. И в гостях у нас, как всегда, доктор богословия, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской Духовной Академии, протеерей Владимир Хулаб. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Апостол Павел говорит о том, что любовь не мыслит зла. О каких мыслях здесь идет речь? Если традиционно взглянуть на греческий текст, послание, то используемый здесь глагол «мыслить» он из бухгалтерской области, из бухгалтерской сферы, то есть буквально скрупулезно записывать, фиксировать какие-то такие отрицательные моменты. Ну и нередко, действительно, если мы посмотрим на семейную жизнь, да и на жизнь вообще, то, как человек смотрит на окружающий мир, и тем самым вся его жизнь определяется его мыслями. Классический известный пример, когда пчела на поле летнем видит красивые цветы, видит источник для меда, для нектара, а муха видит на том же самом поле нечистоты. Поэтому это очень такой серьезный, наверное, призыв к тому, чтобы задуматься о роли мысли в жизни человека, и мысли в том числе и в наших семьях, и в наших христианских браках. Христианство говорит о том, что и грех, и добродетель начинаются в мысли. Любая мысль, которая приходит на ум к человеку, она может быть источником искушения, если он с ней заигрывает, если эта мысль негативная, отрицательная. И из мысли начинается уже некое сочетание, как говорят святые отцы, с этой мыслью. То есть человек, он уже начинает вступать в какой-то внутренний диалог, затем этот диалог нередко набирает обороты, 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 и затем уже вот эта мысль, она переходит в некое конкретное дело, то есть уже в дело греха. И то же самое можно сказать о мысли положительной, когда к нам в голову приходят какие-то негативные помышления, мы можем их убрать или заместить, точнее, да, предложив на их место что-то другое, что-то хорошее, позитивное. И вот этот же рецепт святоотеческий, аскетический, он вполне, мне кажется, применим и к браку, потому что очень часто супруги, может быть, даже не осознавая этого, ведут счет только каким-то негативным моментом. Прошел день или неделя или месяц, и супруг или супруга запоминает, в голове откладывается только что-то плохое. Ты опять сделал что-то не так, ты опять поступил не таким образом, как мне хотелось бы, ты не выполнил обещания и так далее. И тем самым создается совершенно ложный, односторонний образ человека, образ негативный. И поэтому, когда начинаются какие-то конфликты супружеские, вот такие обвиняющие друг друга диалоги, супруги нередко используют слова «ты всегда делаешь так», «ты всегда так поступаешь», «ты неисправим» и так далее. И сам человек, он оказывается в некой такой ловушке, поскольку такие обидные вещи, неприятные вещи вдвойне или втройне неприятнее услышать от самого близкого человека, да, от того, с кем я живу всю жизнь или хотел, по крайней мере, прожить всю жизнь, с тем, кому я отдаю все свои силы, энергию и так далее. И особо чувствительными в этом отношении, мне кажется, оказываются дети, когда ребенку с младых ногтей говорят, что «а, ты опять, ты неряха, ты опять неправильно сделал домашнее задание» и так далее. У человека возникает такое ощущение, что его помещают в рамки. Он вот некое такое подопытное животное, которое помещают в клетку, и эту клетку мы сами создаем для самых близких себе людей. И потом мы удивляемся о том, почему эти люди живут по тем схемам, которые мы им, вольно или невольно, дали в качестве вот возможной территории их существования. И поэтому, конечно, здесь, если мы применим слова апостола Павла к христианскому браку, то можно сказать, что эти слова призывают нас к радостному, к позитивному видению своего брака, к тому, чтобы видеть в своем супруге, видеть в своих детях самые лучшие качества. Это не означает, что мы должны закрывать глаза на какие-то проблемы, это не означает полное попустительство, что можно делать все, что угодно, ну и это вот некое такое совершенно безответственное отношение к нашим близким. Но когда мы вступали в брак, когда мы с этим человеком решали вместе идти по жизни, мы же видели в нем какие-то замечательные и прекрасные качества. И поэтому попытаться увидеть эти качества сейчас, видеть своего супруга теми глазами, какими я видел его или ее 10, 15, 20 лет назад, когда мы начинали вот это совместное шествие по жизни. И действительно, если вот эти правильные очки, скажем так, да, правильные линзы, потому что у кого-то тоже есть такая семейная близорукость, у кого-то семейная дальнозоркость, она требует коррекции. И вот если этими очками, через которые мы смотрим на наших ближних, будет Евангелие, будет Христос, то действительно мы за вот этими недостатками всегда сможем увидеть глубинную некую такую ценность, глубинное ядро человека, который никоим образом не менее ценен не только для меня, но и для Бога. И тогда действительно, если мы говорим о том, что в ближнем мы встречаем Христа, то, пожалуйста, у нас в каждом браке есть возможность стать вот этой малой церковью, как мы с вами говорили, христианство так и называет, христианскую семью, встречаться со Христом, встречаться с Богом через моих ближних в ежедневном служении им. Ну, далее мы читаем, что любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. О какой истине здесь идет речь? Мне кажется, опять же, применяя эти слова апостола Павла к семейной жизни, прежде всего речь идет о правде, о том, что настоящая крепкая искренняя семья должна строиться на правдивых отношениях. И здесь не должно быть обмана, не должно быть фальши, не должно быть лжи в самых даже небольших таких изначальных проявлениях. В Евангелии мы читаем о том, что верный в малом, веренный в большом и наоборот. Соответственно, если есть вот эта правда, если есть вот это доверие и верность в каких-то элементарных повседневных вещах между супругами, то можно говорить о том, что эта правда, эта истина, она будет распространяться на все стороны вот этого счастливого брака. Ведь действительно, нередко какие-то такие тяжелые и неизлечимые, может быть, диагнозы даже семейной жизни, приводящие к разводу, или, может быть, измены, или какие-то зависимости супруга одного, или обоих супругов в браке, они вызваны вот этой небольшой ложью на каком-то элементарном начальном уровне. Муж сказал жене о том, что да, мне нужно задержаться на работе, у меня там дела, на самом деле он занимается чем-то другим, там, в лучшем случае с друзьями, да, в худшем случае занимается чем-то, что его брак разрушает. Доверия нет, у жены начинается ревность, мы тоже говорили о ней в одной из наших прошедших передач, и начинается вот этот круг взаимного недоверия, взаимной неправды, взаимной лжи, взаимных укоров и так далее. И поэтому каждый супруг должен здесь, мне кажется, начать с самого себя. Быть правдивым, быть честным, быть искренним, самым близким для него человеком. И действительно, у этого человека есть право на эту правду и на эту искренность. Если человек согласился со мной жить всю жизнь, если он согласился разделить со мной все самые разные стороны и этапы своего человеческого бытия, то есть он отдает мне время, он отдает мне всю свою жизнь, то этот человек имеет право на то, чтобы я был правдив с ним. И тогда вот этой лжи, конечно, в браке быть не должно, но если мы говорим о браке христианском, то истина для христиан – это Христос. Истина для христиан – это Евангелие. И поэтому вот эта радость об истине, эта радость не просто о том, что супруги мирно живут, или они хорошо проводят вместе время, или у них есть квартира, дача, дети ходят в хорошую школу и так далее. Вот этот греческий глагол «радоваться», «хайрео», мы его встречаем в Евангелии очень часто, и в заповедях блаженства, и в других местах, и мы видим, что нередко, ну, например, апостол Павел пишет христианам «радуйтесь, находясь в темнице, находясь в тюрьме». Эта радость совершенно другого качества, она не зависит от каких-то внешних условий. Нередко мы считаем, что радость, счастье, они достигаются только тогда, когда мы достигаем осуществления, выполнения неких своих желаний, некоего своего видения того, как должна выглядеть наша семья, наша квартира, наша работа, наша зарплата и так далее. Но эта радость, она быстро появляется, и она точно так же быстро уходит. Достаточно посмотреть, как радуемся мы, иногда, подобно ребёнку, новые игрушки, новому гаджету, новые вещи, но проходит несколько дней или недель, и мы уже о ней забываем и хотим чего-то нового. И поэтому вот эта погоня за земной радостью, вот такой приземлённой радостью, она никогда не закончится. Здесь же речь идёт о том, что радость настоящая достигается только тогда, когда супруги стремятся к истине. К истине, к совместной правде, к правде с Богом, к правде в отношениях друг с другом. И если вот такая истина в их браке существует, или, по крайней мере, они стремятся её реализовать, то такой брак, он может достичь истинного счастья, которое никоим образом не зависит от внешних обстоятельств. В таком браке, как бы тяжело не было супругам, какие бы испытания Господь им не посылал, они радуются, они радуются в скорбях, они радуются в испытаниях, поскольку они нашли истину, поскольку каждый из них разделяет эту истину, и эта истина не просто человеческая, но она является богооткровенной, а эта истина и есть то, что определяется, то, что является неким таким внутренним камертоном нашего человеческого существования, если наша душа, моя душа и наша душа, нашей семьи настроены по вот этому камертону божественной истины, наступает настоящая радость и наступает настоящее семейное счастье. Отец Владимир, у нас ещё остались свойства любви, а у меня остались ещё к вам вопросы, но я очень надеюсь, что мы с вами продолжим о них говорить. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Дорогие телезрители, на нашем сайте слово.tv.ru вы можете посмотреть весь цикл передач, посвящённый гимну любви апостола Павла. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!